Всем доброе утро, дорогие друзья. Для меня утро, для вас, возможно, уже день. Мы начинаем с вами пресс-шоу сегодняшнего дня. Это уже шестой день на Эпицентре. Да, шестой у нас, парни? Какая разница? Какая разница, и правда. Сижу я, на самом деле, с теми же самыми людьми, с кем заканчивал вчера трансляцию уже ночью. Здорово, Властевич, здорово, Митяй. Рад вас видеть в очередной... Я не знаю, кстати, сколько я еще выдержу, на самом деле. Не знаю, сколько выдержу. Ты сейчас уйдешь комментировать, допустим, с Эритей или типа того. А я от Ласта никуда не делюсь. Нет, нет, у меня серьезное подозрение, что я видел в расписании, что я иду с Ластом комментировать, поэтому я не знаю, как там у вас дела будут. Возможно. Короче, сегодня типа я, Ярик и Ластевич, все три карты. Да. Короче, к чему вообще вопрос? Да, кстати, у нас там в будущем батя наш приедет, так что все хорошо у вас будет на аналитике сегодня. Я к чему вообще? У нас вчера был достаточно насыщенный день, мы все его видели, но вы, возможно, нет, вы, возможно, пропустили, поэтому посмотрим с вами, что вообще происходило. И, конечно же, сначала начнем, я так понимаю, с подведением итогов в косплее, потому что вы к нас... А, нет, не начнем. Мы сначала посмотрим групповую стадию, да, посмотрим с вами очки. Вот. У нас распределение такое, пока Ликвида с Flight of Moon в группе B просто молодцы, хлопцы лидируют тотально. Остальные коллективы пока не смотрятся так сильно, не считая ВП. ВП просто не начали играть. В свою очередь, группа A, Nigma, OG, все по дефолту, пока что наверху, Сикреты просто не начали катать свои катки. Напомню, что завершающей игрой в группе A будет у нас OG Secret, самое интересное противостояние. Оно у нас будет где-то там после-послезавтра, после-послезавтра. Короче, давно еще, точнее, долго еще. Сикреты завтра у нас стартуют катки сегодня. Без них, по-моему, мы будем денек смотреть. Вот, ну и, соответственно, будем, конечно, что? Думаю, что послезавтра ВП, а после-послезавтра Сикреты. Да, ну и показывают нам вот, что происходило у нас вчера. В самом центральном матче мы обозначили Alliance против Flight of Moon, но, к сожалению, Alliance вообще ничего не показали. И вот вы можете смотреть на моменты, в которых просто развал кабинетов творят наши компании с айсбергом. Вот та самая игра, где Spectra потеряла стопроцентный винрейт. Да, где они вот заставили тебя... Даже, даже Spectra не потащила Alliance, ты представь, даже она не смогла. Да. Ну, к сожалению, да, вот взяли, испортили винрейт, статистику, все дела. Теперь Ластевич не сможет говорить о том, что она имеет 100% винрейт. К счастью, есть Фурион, у которого 4-4. Да, да. Он еще не проигрывал. Пока фура хороша. Но Фуру просто, согласись, намного чаще в бане, чем Spectra. Spectra вообще почти никогда не уходит в баны. Как бы вчера его просто взяли ОГ и сказали, здорово, парни. Или не ОГ, или Ликвид, или Нигмы, которые... Что-то взял его вчера, я уж все поплыло в башке. Да, да, да. Вот кто-то играл. Думаю, что ОГ. Ну, и, соответственно, Чилл тут был крепкий. Вторая БО-3 у нас был Юник против ОДЖИ. Мы считали, что здесь тоже должно закончиться в пользу для ОДЖИ с отчетом 2-0. Но пик Клинкза с Лоундруидом одновременно, достаточно однофункциональных героев, все-таки не дал здесь закончить эту катку в их пользу. И две Алибарды от Юника очень хорошо сыграли. Ну, ОДЖИ рофлили, там, веселились, тестили, экспериментировали. В общем, как угодно это можно назвать. Потому что, будь это гранд-финал, естественно, подобного, я уверен, мы больше не увидим. А, ну, еще и нас тут оказали, что Виномастер не герой. А следующая игра была в Венгаре, где он сказал, что Венгар даже хуже, чем Виномастер, она тоже победила. Да, да. Вот, и по поводу вообще, типа, ОГ. Вчера возникла идея, что они реально вот сидят, и если бы выиграли игру, можно подхалдиться, подфармить, как вот делали в Флайта Мунт своей серии, 30 минут просто. То есть, на 10-й выиграл, а заканчивал уровень 40-й, потому что противник раньше будет откидываться, это, типа, затянется, то они идут и дерутся, чтобы, ну, либо проиграть, либо выиграть быстрее. Да, да. Ну, в конце концов, они дали нам хорошую доту. Дальше у нас бейт против Нигмы, последнее было три вчерашнего дня. Тут у нас на первой карте была интрига. Мы разговаривали, как раз, с майн-контролом после этого матча. Он говорил о том, что ошибались они довольно-таки много в этой катке, и в какой-то момент, на самом деле, реально могли упустить игру. Ну, но, в конце концов, ошибки от бейтов, особенно с инициацией от файвапа с Никсом, когда он не попал импейлом по имперт спириту, забайтил на Дэнди. Дэнди, соответственно, пришлось байбекаться в том файте, хотя его команда улетела на базу, и таким образом, при помощи уже своих байбеков, Нигма закрыла катку. Ну, и, конечно, нападение на Некропса было легендарное. Там, Долбилов, Некрача, у которого Шака 4-4-4-4-6-сот. Шака Тараско, друзья, на Некрофосе, 4-6-сот хп, и бейты решили, что в лейте они могут его забомбить. Они его, конечно, забомбили, но забомбили всеми своими ресурсами, из-за этого у них не получилось вообще уже дальше драться. Мы еще задали майн-контролу очень важный вопрос, почему, зачем они пикают визажа, почему они так пытаются его продвинуть в свои драфты, и даже он не знает, даже он не понимает, почему они это делают. Видимо, это знают только Куроку. Ну, Кур нам и отвечал. А, нет, Виха отвечал нам, что он нормальный герой, типа, ничего страшного. И, в принципе, мы солидарны, ну, раз он считает, что... Он сказал, что ему нравится этот герой, если, типа, он не все побеждает, что не играешь ли на нем? Видимо, все, что он решил нам сообщить, особой полезности не принесло никакой. На самом деле, мне реально хочется посмотреть дальше Энигму еще и в плей-оффе, если они продолжат форсить визажа, будет реально интересно. Ну, смотри, ты посмотришь на них тогда две серии, если они выходят в Винера, и одну серию с ними проходят в Лузею. Я понимаю, что ты считаешь, что они проигрывают визажом, это не так. Мне очевидно, что они выигрывают, но кого они выигрывают? Ну, да, да, да. Смотришь на это дело, и ты понимаешь, что вот у них будет матч с Сикретами, в котором все точки на дыр оставятся. Во-первых, у них реально мало шансов на то, чтобы иметь матч с Сикретами, потому что они в одной группе все-таки. Ну, и сырать его. Отдадим. Рано или поздно, да. В рамках групповой стадии. Ну, да, да, это в рамках групповой стадии будет. Я к тому, что они, может быть, за групповую осознают его сильные стороны, начнут умело его использовать. Потому что я думаю, что это единственная причина, по которой Куру считает, что это реально неплохой герой для драфта, что он, ну, типа, универсален, что ты можешь его поставить на пятерку, на четверку, на тройку, на двойку. Ну, наверное, не на единицу. Ну, тогда можно, опять же, обратиться к его старшему брату Пупею, который берет какую-нибудь акцию на любую из позиций, у которой действительно вот есть все. То есть и лес пофармить может, и на линии сильно напрячься при помощи Хангера своего. И будет хороший герой. То есть, который, в общем, пробивает БКБ, который разрубает героев в всяких разах. Поскольку мы там видели каток, и уники по СБ этими играли, Акс против тролля. Тролль же Метуль Тимейт умирает. Крутая комбинация. А Визаж, ну, он тебе ничего не дает. И нужен уровень с 12-го. Да, да. Давайте, друзья, подведем итоги по косплею, потому что вы, опять же, высылаете нам свои фотографии по нашему с Мегафоном конкурсу. Напомню, что первое место забирает у нас iPhone 11 Pro. Вот, вчера нам понаприслали, наверное, что-то. Вот, я, честно говоря, не смотрел заранее. И великолепно совершенно. Просто лучшее, что могло произойти в нашей жизни. Простота. Да, что может быть проще, чем надеть футболку с Баунти Хантером, маску, которую носят сейчас абсолютно все, и сказать, что ты БХ. Возможно, это, на самом деле, его брат невидимый слева, и мы просто его не видим. Нет, это его брат под треком. А, окей. Если как раз мы его видим. Хорошо, хорошо. Давайте дальше, я думаю. Медуза? Иммортал Лук. Я не знаю, кто из вас вообще профессионал в том, чтобы понять, из чего что сделано, потому что я, честно говоря, и половину не вижу. Давай так, это сделано из бюджета. Сделано из бюджета. Вопрос только в том, каких... Это картон или что это? Мне кажется, что просто взяли лицо Медузы, распечатали на принтере, короче. Ну, тогда из картона. Ну, вот тогда. Или бумаги. Поэтому я вижу нижнюю часть обычно всех этих картинок. Нормально тебе. Ну, давайте дальше. Кирилл, ты молодец, конечно. Так, пугна. Ну, явно у тети из соседнего, короче, взяли пижаму. Вот. Или халатик, да. Вот, знаете, китайские, которые были у нас на вьетнамских рынках, короче, продавались во времена 90-х. Вот. И там можно было купить себе халатик за трит-а-трит-ать. Вардич прикольный, кстати. Да, кстати, вардецкий есть. Вот. Ну, Цоу Бэд, кстати, мне даже нравится. Кто это? Это Viper. Два KMMR. А, ну, в принципе, если взять то, что это хороший, наверное, Стёп, над тем, как работает плохо моделька Viper. В смысле, над тем, как она нарисована. Веерхвост, отличная история. Да, да. Наверное, это чуть ли не самый пока интересный. Это очень годный именно в плане идеи, Космон. Да, да, да. Ну, то есть, показать, насколько же плохо работает моделька в нынешнее время. Ты сейчас напоминаешь, типа, какую-нибудь учительницу по литературе, которая, почему занавески синие? Потому что автор была там неразделённая любовь, и на самом деле просто синие. Так, он просто сделал Viper, а ты тут говоришь, что это плохая моделька. Да нет, нет, я уверен, что это экспрессионизм. Ты не удупляешь. Возможно, даже немножко кубизма верного. Нам нужно сообщение от автора мне в личку, где он напишет, что ты не прав. Что-то просто Viper, но хорошо сделанный. Надеюсь, что он добавит, что это кубизм. Ну, тут как бы нужно вызывать Мэлл Сторма. Срочно. Носила маску до того, как это стало мейнстримом. Краски, исполненные в технике боди-арт. Маска обыкновенная, маркеры, уши, скотч. Ну, я даже не знаю. Если мы отдадим нашей замечательной Марине сегодня первое место, то мы будем предвзяты. Мне кажется, просто, ну, есть подозрения. Просто, ну, вчера у нас было две или даже три, если мы очень захотим. Игрушки или чего там разыгрывается. Плюс проходка в финал. Сколько на сегодня? Ну, сейчас узнаем, уважаемые. Сейчас спросит, выяснят. Потому что я бы дал Viper и Templar. Я бы просто Viper дал. Я понимаю. Конечно. Так зачем тебе несколько, если ты просто дал бы... Потому что если их несколько, я буду еще выбирать. А так, типа, я за ними определился. Окей, Димон. Пугна. О, видишь? Халат, короче, приехал. И теперь тебе нужно выбрать бойц. Или сказать, что у нас есть два. Нет, у нас одна. Китайский халат, Viper или Templar, короче. Не, ну, можем Камин-Ноштин много раскинуть, но ты в целом ведущий, ты выбирай. Ну да, я в целом ведущий. Очевидно, это Templar, да? Очевидно. На самом деле, я скажу, наверное, Пагна, потому что мне нравятся китайские халатики времен Советского Союза. Это как вчера было. Мы типа сидим, выбираем, и нам говорят, есть три игрушки, но третий никому не пойдет, потому что ты оказался сотрудник студии. Да, да. Юрий Криманов, вдруг, я надеюсь, правильно читаю твою фамилию, ты попадаешь в финал у нас, во-первых, во-вторых, получаешь от нас плюша, но это-то и так по дефолту, да, самое главное, это уже потом в финале, соответственно, возможно, мы отдадим тебе айфончик 11-й Pro. Причем, насколько я знаю, финалистов там топ-4 или какой-то мы будем выбирать, да, а потом зрители из топ-4 уже будут выбирать, кто победит. Что довольно-таки приятно, потому что таким образом, на самом деле, если бы мы туда внесли Templar, то вполне вероятно, как раз-таки зрители бы так и сделали. Я не знаю. Нет, зрители не предзяты. Не предзяты? Нет, у нас очень высокого интеллекта люди сидят, поэтому они не будут на вот стандартный байт вестись. Я думаю, что у нас просто немного, много моего плана, люди. Возможно. Возможно, да. Поэтому им подавай экскрессионизм. Да, поэтому они... Не, кстати, жалко, что мы не взяли кубизм. На самом деле, кубизм от Viper был очень хорош. Я считаю, что именно такой подход к бюджетному косплею, творческий, очень приятен. Но халатики тоже прикольные, поэтому что сделаешь? Ну и вар там шикарный. Ладно, друзья, давайте перейдем... Тут почему-то это названо кристальная викторина. Я бы это назвал, на самом деле, что? Второй плюш можем дать, оказывается. Давай. А что теперь делать? У нас есть Viper или Templar Assassin? Да хватит на меня так смотреть! Мне тяжело жить от этого, понимаете? Утро и так тяжелое, потому что это утро, а мне еще заставляют выбирать между... Вспомни все гачи миксы, которые ты смотрел. Все гачи миксы, которые ты смотрел, вспомни и просто скажи Viper. Сейчас он скажет Viper, и неожиданно кажется, что у нас и третий плюш имеется. Ой, ладно. На самом деле, я бы, честно сказать, дал бы чату решать, но, к сожалению, у нас нет прямой связи с чатом, и это печально. Если у нас есть какая-то задержка, мы можем сейчас попросить редактора сделать опросник, и в конце вот пришел, объявить, что чат выбрал. Да, нормальная тема, я не знаю, смогут ли они это сделать, но... Да, все сделают. Короче, шикарно. Друзья, будет у нас голосование в чате, я так понимаю. Соответственно, с этим, друзья, голосуйте за либо Viper, либо Templar Assassin. Я думаю, то, что мне редакторы скажут о том, каким образом это будет происходить. Мы можем их еще вывести на экран, чтобы вспомнить, скажем так, напомнить, как это выглядело. Вот, соответственно, вот так вот выглядит у нас Viper. Либо голосуйте сюда за гачи, либо за Templar Assassin от Марины. А мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше, потому что дел еще очень много. Вот, впереди нас ждут игры, а сначала игры, соответственно, от меня. И почему-то это называется «Кристальная викторина», но я бы ее назвал «Механика и бабки». Потому что все вопросы про механику и про бабки. Все очень просто. Можно даже сказать «Старческие механики». Вот, но я не стану юморить на уровне Месяя, вот, потому что мы немного другие. Так, давайте, давайте, в общем, и целом начнем. У нас выглядит примерно так. Я не буду, наверное, вас разделять вот, на команды. Дадим вам шанс. Первый вопрос про механику, и он звучит так. Сколько процентов от хп-пула героя восстанавливает Фонтан? В секунду. Как, по-вашему, примерно какие вообще цифры должны быть здесь? 4-6 в этом интервале. 4-6-10. Окей, погнали. У нас варианты 4-5, 6 и 10. Все логично совершенно. Вот, бодренько, да. Причем самое интересное, что когда я читал про руна регенерации и про Фонтан, все цифры там другие. По моим ощущениям, всегда было одинаково. Ну согласитесь, доберешься разное. Ну вот, оказывается, разное. Я, честно говоря, не был в курсах. Это я знал. Что разница там буквально вообще в минималочках. Короче, давай так, я бы за 5 поставил. Вчера поиграл на шторме, долго стоял на Фонтане. Поэтому я за пятерку. Ластевич, ты за что? Это звучит довольно логично. 5 или 6, но выбирай. 6 просто звучит очень нелогично, в том плане, что типа, ну а почему оно не 100% фергенит за сколько-то секунд. То есть 4 это 25, 5 это 20, 10 это 10. На 6 вообще никуда. То есть не в секундах дело. Поэтому я в четверку просто выкидывал, поэтому я за пятерку. Пусть будет 5. Окей, окей. Пятерочка. И это правильный вариант ответа, друзья, молодцы. Четко. Жестненькие, жестненькие. Вы, друзья, также можете в чате гадать, варианты ответа, потому что я уверен, что мои аналитики и без вариантов ответа способны развалить кабинеты. Поехали дальше. Пока не показывайте варианты, пожалуйста, в каком патче Dota 2 появились обмпосты? Обмпосты? Вот, я понимаю, что это... Ну, это шайный 7.0. Если что, это единственный вопрос на тему патчей и вот этой всей фигни. Ну, потому что я понимаю, что это не самое интересное. Сейчас какой патч? 7.26 какой-нибудь? Следующий будет 7.27, значит, сейчас 7.26. Значит, какой-нибудь 7.23. Давайте покажите нам варианты ответов. 7, 7.22, 7.23 и 7.89. Последний хороший, да, я думаю, что... Ну, это так, первый это вон посты, последний еще не вышел. Поэтому я за 7.23. 7.23. А, правильный вариант ответа 7.22, друзья. Ну, было близко. Да, было близко. Идут специально, они оба поставлены рядом. Логично, что вы должны из них выбирать. Это очень просто. Вот, но да, 7.22, опять же, мы понимаем то, что это супер близко. Погнали дальше. Сколько процентов хп и маны максимально может восстановить руна регенерации? Как вы думаете? Так, вопрос максимально нечетко сумулирован. Максимально может восстановить до 100%, имеется в виду, что до фула. Но если ты будешь типа тратить, тратить, тратить и так далее. Надо считать. Если что, здесь будут еще несколько вопросов, которые, по-твоему, будут составить фигула. Секунд 30 длится каких-нибудь, да? Там еще процентаж. Сколько он процентов? Процентов 10 или там 15 восполняет? Ну, короче. Давай скажу, там, например, 250 процентов. А потом посмотрим варианты ответа. Окей, давайте посмотрим варианты. Сотка 160, 180 или 200? Да, я за 200. 200. Правильный ответ. Вариант ответа 180. Парни. Да, так она... Я, кстати, тоже не был в курсе, пока не почитал. Я думал, тоже около типа 200. Ну, было бы логично. И в секунду она дает тебе, в отличие от фонтана, 4%. Вот. Фонтан 5, руна регенерация, если, опять же, я все правильно помню. 4. Ну, типа 45 длится, да, получается? Да, да. Короче, следующий вопрос на механику, довольно простой, который, так как вы, как комментаторы, должны знать. С каким интервалом времени линейные крипы получают бонус к здоровью и урону? Полетело. Я бы сказал, что 7,5 минут, но цифры из башки. Властевич, ждем от тебя. Там круглые цифры, там что, 8, 10, 12. Я их, может сказать, меняли недавно. Их меняли примерно пару... Совсем недавно, да. Я бы сказал, полгода, может быть, даже немножко больше назад. Типа того, то есть. Типа еще 8, 10, 12. Вот в этом... 8, 10, 12. Окей, смотрим варианты ответа. Мне нравятся твои интервалы, потому что у меня интервалы вот такие. 5, 7,5, и 9,5 и 10. Мне кажется, что это старый вариант, а сейчас условно 5 минут. 5 или 10? Выбирали бы. Блин, ну если так, то 5, я выберу 5. Чемки, если вы ошибаетесь, вы получается уже на 3 подряд неправильно отвечаете. Мотивация, друзья! М-мотивация! Я думал, что 7,5 это был старый вариант, а сейчас будет 5. Я тут сидел, короче, tryhard-дил на некоторые вопросы. Так нет, давай будешь разыгрывать, я тут сейчас включусь на полную. Что я тебе могу разыграть? Выходной? Можешь. Нет, к сожалению, не могу. Я не раз выиграл фантер в выходной. В следующий раз, короче, если я буду составлять сам вопрос, то я правда сделаю... Мы можем на самом деле внести в некий банк, скажем так, там, пирог, пиццу, допустим, бургер какой-нибудь, и типа вот играть на них. То есть, если ты подгадываешь вопрос, с которым они можешь ответить, ты получаешь и пиццу, и бургер, а если нет, то мы получаем пиццу, бургер. Ну ты понял. Понимаю, понимаю. В любом случае, правильный... Ну ваш 5, да? Ну пусть будет 5. Ваш вариант 5, правильный ответ 7 с половиной. Вот. Был правильный вариант. Да, твой был правильный вариант изначально. Их и правда меняли, но достаточно давно. Следующий вопрос, он такой, знаете, надо представить себе в голове картинку, потому что читать это практически невозможно. Короче, представьте себе, у вас есть Элдор Титан, он пускает дух, возвращает его себе обратно, у него откулдэмнивается его второй спел, он дает духа на двух оппонентов, а не на одного. Соответственно, получается, ну логично, больше на духе процентажа по демеджу, по скорости бега и так далее. Возвращает его обратно. Но до момента, когда у него сбросился предыдущий баф. Я плюс-минус правильно объясняю? Или это вообще все понятно? Я тебя понял. То есть ты условно закинул из крипов, куда-нибудь там вправо, сделать ипорт налево, он 2 года дошел, куда он успел пройти, в итоге дух тебя влетел, перелетел еще раз, ну играю. Короче, два духа. Я понял. Один дух встает. То есть условно по одному крипу провел, там 40 урона получил, впитал. Пока баф висит, позвал второго, впитал по двум крипам, получил условно 80. Вопрос, что будет? 40, 80 или 120. Правильная формулировка. Я думаю, что 80. Второй впитает, и колдаун обновится. Я думаю, что баф обновится, он не складывается. Нет, давай так. Если вот именно подвох, возможно, в том, что будет задето больше. Потому что если задето меньше, у тебя висит старый. Плюс, допустим, 200. Ты собрал, обновился, у тебя просто время идет. Поэтому, возможно, не поменяется. Короче, я думаю, что... Баф должен просто... Давайте просто обновиться. Продлится баф, в котором... Начнем с вариантов ответа, чтобы хотя бы чатик еще погадал, потому что я почти уверен, что большинство вообще, ну, типа, не в курсах. Но мой ответ — длительность продлится, а урон останется от старого. Даже несмотря на то, что количество крипов задетых будет больше? Думаю, что да. Властевич? Я думаю, что обновится и будет тот урон, который новый. Новый? Да. Понял. На чем вы садетесь? Ну, давай мы сейчас вот на этот вопрос раздельно ответим. Чтобы у нас было... Ну, подсказка 50 до 50. Окей, на самом деле, самое интересное, что Митя, это в большинстве случаев правда. То есть ты в предыдущий раз семь с половиной дал, и реальный ответ на этот вопрос звучит так, что дух... Да, да, вот как раз правильный ответ. Это баф обновит длительность с предыдущими значениями передвижения урона и брони. На мой взгляд... Это бред, севый комбинар. Да, это бред, да. Вот, так не должно работать. Я когда вчера почитал, типа, посидел, подумал... Ну, то есть там реально очень много исключений разных механиков у Дор Титана. И я вчера почитал, думаю, что, почему... Почему так? Как это работает? То есть тебе нельзя кидать дух, если... Если у тебя мало. Если у тебя мало, да. Нет, нет, ты можешь просто, ну, чтобы условно обновить его в фоне там бежать и так далее. Короче, если хочешь больше дамаги, тебе нужно ждать, когда старый баф Астрал Спирита спадет, и только потом в этом случае ты получишь больше дэмэджа передвижения и урона. В смысле и брони. Вот. Короче, супер крутой вопрос, на мой взгляд, я не знаю, как вам. Ну, это круто, да. Полезно. Я прям реально искал. Вот. Следующий, глупейший на тему названия пассивочки. Он просто про нового древнего крипа, в смысле, последнего древнего крипа. Ты мог бы любого старого добавить. Зачем знать название пассивок, крипов или там... Солидарен, солидарен. Но я вот, к сожалению, не смог от этого отказаться. Хорошо. Давай варианты сразу. Давайте варианты сразу. Давайте сюда же их. Так вот, первый вариант декрепифай, второй вариант десинтифайт, третий вариант портер, четвертый петрифай. Я думаю, вы понимаете, какой ядом. Вообще все равно, то есть 100% не А, то есть Б, С, Д, выбирай любое. Мне вообще все равно, как она называется. Давай так, но петрифай-то в целом больше про окаменения всякие разные, типа отцепенения. Поэтому я думаю, что это оно. Какой? Ну, четвертый Д, это то, что он тебе подходит, с руки бьет. Окей, но я сначала делал, что не портер. Ну, очевидно, да. Да, это петрифай, это правильный ответ. Это какой, второй ваш правильный ответ? Да не я. Ну, да. Еще про фонтан в начале. Про фонтан? Ну, прошлый я ответил. Прошлый ты ответил правильно, а вот нет, и сейчас. Ну, третий для тебя, второй для вас. Видимо, да. У всех из пяти. Не так и плохо. Ну, это суббит. Нет, никаких вопросов не имею. Следующий вопрос снова про Элдор Титана. Короче, с Аганим с Септором Элдор Титан по возвращении духа получает? Баф Аганима. Ну, типа, две секунды Аганима за каждого, там, продедого героя или типа того. Две секунды Аганима? БКБшки, БКБшки. Да. Окей, варианты ответа. Эмутет с заклинанием. Эмутет с заклинанием и сильное развеивание. Эмутет с заклинанием и базовое развеивание. Эмутет с заклинанием и рост ЧСВ. Ну, для Ласта я знаю, что это будет последний вариант. Я на нем не играю, мне вообще все равно. Не, я про то, что в моем понимании на тебя вешается БКБ как БКБ, и советный БКБ не дает с тебя ничего снимать просто так. Поэтому я думаю, что... То есть слонбирается у тебя будет... Сильное развеивание должно работать в плане, если на тебя что-то противник кюзает. Но ничего такого сейчас в поединении нет. Ну, раз, что может быть ну или фаркует. Короче, давай вариант Б. Угу. Это вообще имелось в виду, но ты понял, что С... Ну, это на самом деле, да, правильно. А, ты имел в виду С, да. Ну, я понял, да. Ты объяснил, что ты С вроде имеешь в виду, сказал Б. Поэтому ничего страшного. Это плюс или минус? Я не очень понимаю, зачем в описании Аганима вообще об этом сказано и в механиках тоже, потому что и так, если у тебя есть иммунитет, заклинание, логично то, что оно накладывает на тебя базовое развеивание. Ну да, потому что оно... Но так оно работает. Он, правда, дает ему два эффекта, а не один, и это важно, наверное. Ну, для меня нет. Ну, видимо, какие-то эффекты снимает, которые... Да, но я вчера даже зачекал там с колом Акс, точнее, не с колом этим, с свечой Акса. Вот, так и работает и вправду снимает. Ну, логично, если бы КБ. Ну, типа логично было бы. Погнали дальше. Ну, довольно простой для вас вопрос. Предыдущий, я имею в виду. А этот связан с базовой регенерацией здоровья персонажей. Сразу варианты ответа логично нужны, потому что... Какой-нибудь Огр, какой-нибудь Ник сейчас тут будет. Сейчас он всех закинет, смотри. Нет, не всех. Я, Никсане, решил не добавлять для тебя специально. Ну, Огр, Мак. О, ладно, надо было сложнее сделать. Ну, да. Я сидел, думал, думал, надо было добавить... Надо было добавить там, не знаю, Никса, Сларка, Рикки Мару и Тигрят тоже имеют большие субрегины. Окей, окей. Так и сделалось. Ну, именно так тех, у кого одинаковых регенов, чтобы... Хотя поближе, да. Вот, хорошо. Хорошо. На самом деле, ну, Бар как бы довольно близкий там реген. Он типа... Ну, он один из больших таких. У него же самое большое количество вообще силы в начале. Так, следующий вопрос. На каком уровне курьера героя... Курьер-герой имеет возможность активировать способность щелк? Я уверен, что вот тут здесь лост не надо отмазываться, что типа это не нужно знать. Я не нажимал ни разу, если честно. Я на курьере нажимаю только одну способность, это ускорение всего. Я никогда его не вожу так, чтобы он был безопасным. Ты можешь посмотреть в мае стримы запись. Ты как, знаешь, ты со мной играл. Как самсист, короче, у которого всегда ставят безопасное вождение. Вообще-то да. Ты можешь посмотреть в мае стримы, ты играл со мной, я никогда не терял курьера. Я верю в это, но, к сожалению, все равно это надо знать. Я тебе больше скажу, я даже забыл уже клавишу, на которой на Легасе раскладки было для счета. Я на самом деле сам его тоже не юзаю, но я плюс-минус понимаю, в какой момент он появляется, потому что убивать курьера тоже надо, поэтому, соответственно, надо понимать, может ли ты его пробить. Очевидный вариант, давай, 15-й или 20-й левел. Очевидно, что варианты будут включать себя и 15-й, и 20-й. И 50-й, и 20-й. Я же не совсем упорный, чтобы такие вещи делать. Я думаю, что есть 15-й, 20-й, 25-й варианты твои, можно было их и не выводить. Давай, Димон, кинем кубик, я не знаю, Б или С. Пусть будет 15-й. Мы за 15-й. Окей. Ну, это 20-й. Ну, это 20-й. Все очень просто. Кинули кубик. Да, с 20-го Лойла появляется данная плюшка. А какая кнопка-то ходит? На С. А я не использую Легасе. Я кастомизирую. Я использую Легасе. Вот. У меня вообще, типа, выбор курьера на В стоит. Так. Это, как раз, бабки. Раз я говорил, что у нас бабки и механика, мы пришли к бабкам. Sorry. Да. Сколько призовых получили на восьмом, не на девятом? Много. Много. Хорошо. 23 ляма. Ты просто, вот Митей, я знаю, любит считать обычно, поэтому сейчас понеслась, короче. Есть такой вариант 20-й ляма, если есть? Давайте посмотрим на варианты. Ты сейчас знаешь, это будет бакс разница. Вот четыре варианта. Ну, в общем, короче, 10 лямов с лишним, 11 лямов с лишним, 12 лямов с лишним, 15 лямов с лишним. Ну, я бы сказал сразу 15, просто потому, что это восьмой, а не девятый. На девятом было немножко по-другому, типа, делено все. Чуть больше денег ушло в остальные слоты, то есть у тебя, на восьмом эти еще мало, платили 15-16, на девятом уже довольно много. Вообще, все равно, не занимаюсь тем, что считает, не считая чужие деньги, поэтому, ты же как бы, типа, ну, в курсах, что происходит в киберспорте по бабкам. Я думал, Митяй возьмет общий призовой, типа, поделят там все дела. Я понял, понял, да, мы же на вы пришел, нам тут не надо считать ничего было взято как раз-таки из последнего интернет-шнала, если что, поэтому твоя логика в корне не верна. Фук. Ничего страшного. Да, ничего страшного, конечно. Надо будет в следующий раз, короче, придумать для вас какое-то вознаграждение за правильное и неправильное ответ. Вообще-то да. Да, это вот когда у нас был конкурс этих самых на поиск нового ведущего, как раз-таки Марчао тоже приприводит, говорит, надо провести дот-викторину с народом. Я такой, типа, окей, я не буду отвечать. Да, да, да. Ну, что я могу сделать? Ну, сори. Типа того. Вот. Для меня главное, что вы удовольствие получили. Я понял, что два вопроса пока вам не очень зашло. Остальные нормальные. Вопросы хорошие. А? Какие нам не зашли? Ну, про скилл, про название скилла и про What.O.G. Следующий вам тоже не зайдет. Нормальный вопрос. Нет, скорее... Но это скорее вопрос для людей, потому что люди очень любят считать в разнице, типа, сколько стоил компидос и сколько можно было за него получить. И сейчас, опять же, да, видел раскладки людей, которые такие, вот, в этом компидосе, стоил условно 10 баксов. Ну, да. И сейчас стоят условно 10 баксов. Но мы говорим про рубли. Что, мне курс вспоминать? Понеслась. У нас первый вариант ответа 545. Сейчас нам покажут, да? Да, 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 да. А, что, 45, 755 и 790. О-о-о-о! Да это вообще забей. Нет. Почему не в баксах? Я сказал, что тебе не понравится. Почему не в баксах? Потому что в баксах одна и та же цена, бро. Ну, че ты. Так, ладно, давай, Димон. Ты математич. Сколько стоил бакс в 2016 году по версии Valve? Понимаешь, что здесь просто... Я не помню, какая разница. Что-то меняется в моей жизни от того, что я буду знать, сколько стоил баксов в то время? Нет. Так вот, по нему развлекаем людей и даем им возможность починить. Да, так я отвечаю, Митя. Поэтому я предлагаю брось кубик. Я предлагаю брейншторм. Брейншторм, он идет от того, что у тебя есть знания того, что у тебя в голове шторм. Если ты не помнишь, если ты не помнишь, что было тогда, то как бы... Просто смотри, моя логика какая. Valve делали региональные цены, поэтому у нас обычно все чуть-чуть дешевле. Чуть-чуть. Чуть-чуть, поэтому я за 545. Я за 645. 645, а ты за? За 545. За 545. Правильный ответ от Ласта. Вот, 645. И опять же... Даже сейчас он дешевле. Просто на самом деле должен был быть мемасик с Медведевым. Никто не вернется в 2007. Вот. И, соответственно, ну на тему того, какой курс рубля... Ну что, реально 64-то стоил? 645 он стоил. Ну а бакс 64 рубля? Кошмар. Кошмар? Кошмар. Последний вопрос, друзья. Последний 12-й вопрос связан с обнимашками. Вот. А как работает Блинкстрайк Рикки по отношению к Контерспеллу Антимага? Ну вообще, если логично подумать и не делать скидку, что это Дота, Антимаг должен блинкануться за спину к Рикки. Нормальная тема. Дота? Дота это не а логика. Посмотрим варианты. То Рикки блинкуется к Антимагу за спину и Антимаг Рикки за спину в то место, где он стоял. Вот это сочно было бы. Это я за этот вариант. Хорошо. Даже если его нет. Хорошо. У меня есть вариант персонажа обнимать друг друга. Вот это хороший вариант. Ну просто они оба цвета определенного, поэтому должна, мне кажется, быть немножко ЛГБТ момент. Я думаю, что под мой вариант подходит только отражение. В том плане, что Рикки блинканулся, остался, и ты отразил, блинканулся тоже, получается. Окей, Ластевич, ваш вариант? Ну, мне больше нравится Д, но пусть будет С. Пусть будет С. Д бомбезный вариант. Только отражение. Ну да. Интересно то, что только блок. Ок. Ок. Вот. Соответственно, на этом мы закончили. Не знаю, как тут подводить. Вопрос хороший. Вот это хороший вопрос. Спасибо. Я старался. Вот. И не только я. Вот. Но, в общем, это целом, короче, надеюсь, да, вам тоже в чатике понравилось. Напишите плюсики, если понравилось, минусики, если нет. Потому что в следующий раз я стараться вообще не буду. Давайте по-быстрому пройдемся, посмотрим, что у нас там дальше по каткам. Влетаем на сегодняшний день. По фастику. Сегодня у нас противостояние Liquid против Flight to Moon, Bait против Viking, Bait против 4G. По фасту каждый из вас, вот прямо сейчас, типа по каждой. Как вчера. 2-0, 2-0. Правая команда 2-0. Правая команда 2-0. Возможно, первая серия 2-1. Хорошо. Ну, да, что-то похоже. Хорошо, что-то похоже. Хорошо. Спасибо вам, что смотрели, что пришел. Отправляемся смотреть ролик про решаффл с ванскором и компанией, а потом уже передвинемся в аналитику.